Идея создания герба появилась в ходе подготовки к празднованию 75-летия района, говорит заместитель председателя Нахимовского райсовета Иван Парасоцкий. Инициатором стал один из членов оргкомитета. До этого у района была лишь эмблема. Поэтому было принято решение привлечь к работе геральдистов. Перед ними поставили непростую задачу, рассказывает Иван Парасоцкий. Мы хотим герб района, чтобы он символизировал и героическое прошлое, и настоящее, и будущее района. И был лаконичен, красив и узнаваем. Иван Парасоцкий вспоминает, изначально было много вариантов, начиная с заоблачных и оканчивая самыми простыми. Но специально сформированная конкурсная комиссия выбрала золотую середину. Тот вариант герба, который могут утвердить уже на мартовской сессии районного совета, сочетает в себе лаконичность и информативность, уверяет его автор Олег Маскевич. Это не путеводитель, где вот то-то, то-то, то-то. В гербе отражаются какие-то основные, основополагающие элементы. Причем они должны быть отражены достаточно лаконично и оптимально, для того, чтобы он был изображен и в маленькой печати, и на большом баннере, и смотрелся одинаково колористично и красиво и в том случае. Олег Маскевич рассказывает, башня Малахова-Кургана на красном фоне символизирует мужество, стойкость и героизм. Якорь на синем отражает труд людей, так или иначе связанных с морем. Сам герб, как и район, окружен виноградными лозами, символизирующими труд садоводов. Трехзубцевая корона в верхней части герба означает принадлежность к символике городов, поселков и районов. Единственное нарекание вызвало надпись под гербом. А точнее отсутствие в первоначальном варианте названия города. Именно поэтому на данный момент существует два рабочих варианта. Какой из них примет районный совет, станет известно уже в скором времени, говорит Иван Парасоцкий. Впрочем, по его же словам, район, носящий имя Нахимова в Украине один, и перепутать его невозможно. Владимир Сорокин, Денис Корвель, программа «Наше время».